вот он видос обещанный за 500 лайков 500 лайков набрали быстро прямо я не знаю ужас как быстро никогда так не было значит вам интересно а следующий следующее будет что я буду делать это навеска навеска будет тоже необычная так же как и весь трактор будем так говорить навеска будет необычная очень даже мне легкая в изготовлении в исполнении уже из готовых из готовых деталей вот из каких давайте наберем уже наверное тысячу тысячу лайков одну тысячу лайков примут я покажу из чего как я буду делать из чего я буду делать и почему я буду делать именно такую вот 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 сюда это бы она обязательно будет трех . я вам сразу скажу трех точная навеска со всеми регулировками только бери и делай переставь точнее даже придумывать ничего не нужно она сама по себе получится привет youtube привет подписчики и гости моего канала покатал я на трахтарке и меня совсем не устраивает угол разворота он составляет более трех метров вот в прошлом видосе вот здесь вот в углу подсказочка выскочит воды есть значит в конце видео такой радиус разворота на нем на данный момент в общем будем менять на нужный мне радиус а это стоя практически стоя на одном колесе должен развернуться в другую сторону меня устрою устроит только такой вариант для этого этот мини трактор моя рука вот у мини трактор три руки до меня устроит только такой вариант в общем это один момент другой момент не видно куда стоит колесо из-за вот этих крыльев крылья конечно сделаю мощные на них можно стоять смело я не знаю там пройтись по ним вот что по этим что по этим крыльям как то как то я все это может слишком мощно сделал поэтому буду их снимать они мне снимаются не забываем что у меня все это съемные крылья все остальное балка площадки рама также все это разделяется снимается сварки по минимуму мужики абсолютно по минимуму сварки кто-то написал в комментарии что все это ненадежно все это жидко все это как то как то так ну как то так у меня вот будет как то так впрочем что еще с хочу сказать там некоторые вопросы ответить у нас впереди не будет не будет это не те габариты не не тот размер где нужно будет ставить сюда или ковш или нет будет стоять здесь максимум спереди от двигателя вал отдельный выходить и стоять здесь будет а роторная косилка спереди подъемная понравился мне один вариант у меня в группе николай сделал этот роторную косилку спереди и очень 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 понравился подъемный механизм ну и сам само исполнение вынос вала и так далее там подобное коля кстати тебе привет воронежская привет вот поэтому сейчас снимаю все это лишнее отстегиваю балку и меняю точнее дорабатываю рычаги до нужного мне размера и как я это буду делать я в принципе покажу расскажу от чего отталкивался и как добиться результата чтобы тракторок просто крутился на месте и так отстегну я переднюю балку переднюю все это очень легко и просто заняло минут десять не знаю вот и снял крылья скинул тягу понятное дело одной она просто выкатилась из-под тракторка посмотрим скорее всего может даже переделаю крылья ну первым делом надо изменить радиус разворота кто не видел как я делал эту конструкцию всю вот здесь вверху выскочит сейчас ссылочка кому интересно перейдите по ней сразу да и посмотрите всю эту конструкцию что к чему и почему все это делалось чуть раньше еще до того как он тракторок начал двигаться поэтому немножко я просчитался будем так говорить ну но здесь можно это дело все исправить по с минимумом говорится по минимуму вот я уже знаю как поэтому будем сейчас делать ну и впрочем чё посмотрите остальные видосы по тракторку кто не видел как делалось почему так делалось можете перейти там самое самое начало и посмотреть там видео короткие прошлое видео только получилось длинным потому что за четыре дня было заснято очень много и даже третья часть не была загружена и смонтирована так основные моменты которые хотел сказать я загрузил ну да бог с ним сейчас немножко порисуем как оно должно быть и начнем переделывать и так немножко порисуем в общем сейчас у меня радиус разворота какой нарисуем там условно сзади мост это условно да и передние колеса но они у меня сейчас при полном вывороте смотрят вот так становится да то есть одно так другое завалено чуть чуть сильнее что из этого получается и радиус разворота получается у меня большой больше трех метров что нужно сделать в общем как посмотреть да ну не знаю как он по научному по правильному в интернете посмотрел немножко поизучал в общем угол от кермана да есть такое понятие там есть он как положительный как нулевой так и отрицательным в общем у меня положительный стоит поэтому колеса поворачиваются под разными углами расположение как у меня такое в общем как должно как узнать какой радиус да то есть можно это на тракторе посмотреть визуально даже не катается то есть вот он мост вот эта ось будем говорить моста вот выносим это куда-то куда-то выносим вот прямая линия то есть моста вот это колесо смотрим как она проходит под 90 градусов до колеса и вот это колесо она также проходит вот в эту точку вот вокруг этой точки тракторы будет крутиться как как не поставь все равно он будет крутиться здесь у меня выходит где-то ну пускай полтора где-то метров примерно точно не замерял даже не знаю полтора метра вот это вот расстояние вот меня это совсем не устраивает тряпочку абсолютно поэтому сейчас будем менять делать немножко все по-другому нам мне по крайней мере мне нужно расположить колеса таким образом смотри вот она это дойдет нужно расположить колесо переднюю чтобы становилась практически она у меня будет становиться вот так вот так вот другое будет становиться вот так вот то есть вот это оста будет смотреть вот сюда как визуально провести эту линию да вот это вот должна смотреть ту же самую точку ну идеально конечно когда будет смотреть это все дело именно в сторону колеса то есть оно должно встать будет вот так но этого это будет совсем идеально когда она будет смотреть на заднее колесо у меня сейчас когда я переделаю рядом колесо я уже это проверил это у меня возможно и вокруг вот этой оси будет крутиться трахторок поэтому никаких тут сложности никаких проблем я в этом не вижу более я уже колеса выворачивал вот таким вот образом ничего тут сложного вообще практически и нет кто-то написал что по прошлому видосу что там тормоз стоял за блоки да я там никто даже не сидел на тракторе поэтому воткнул ему первую скорость провязал сошку чтобы она не выворачивалась тяга колеса были зафиксированы в таком положении и все и он крутился на месте чем хорошо чем хорошо вот такое положение колес для меня не знаю там для кого как трактор у меня будет выполнять определенные задачи для других задач у меня есть другой трахторок более мощный более широкий более сильный с блокировками с реверсом со всеми делами там с навесками по т-3 плуга там он тягает у меня все что хочет вот мы еще не доделаны в том плане мне еще тестирую реверс если что-то пойдет не так придется переделывать для чего повесить легкая работа у него был бар баран и повесить потаскать да там забороновать поставить роторную косилку на сенокос то есть сбора нами трактор идет не какую-то ширину до захвата барон вот он дошел до края развернулся на месте и пошел другую сторону опять барановать не нужно будет делать какие-то маневры просто на месте крутанулся опустил баран и пошел в другую сторону дошел до края огорода развернулся и пошел барановать уже в обратную сторону никаких лишних маневров не будет также 6 на коз подъехал до края дошел крутанулся на месте и поехал косить сено в другую сторону ну и куча куча еще задач куча всего для будет просто мать мучая задач и представляют он должен пахать там я не знаю может даже будет и пахать проверим все это пока мы не попробуем не узнаем да он легкий специального делаю легким и как можно маневренным мобильным поэтому никаких проблем я в этом не делаю так как мне нужно потому что свои задачи я знаю все в общем поняли да что будет сейчас происходить вот так будет сюда выносится в эту точку все настройки передней балки вот и все так вот снял я тяги вот эти вот отсюда с этого оставил только поперечную и прикрутил временно и пока хочу показать что у меня даже при этом положение колеса становятся вот таким вот образом то есть вот этот пятак он смотрит вот сюда то есть вот эта ось выходит она практически становится поперек практически это соответственно становится вот таким вот образом что нужно мне сейчас сделать мне нужно вот эти как называют сошки мошки там нагреть и подогнуть чуть ближе к колесу и соответственно здесь потому что она здесь выпрямляется и становится ну как бы начинает закусывать если рулевой то уже на ее назад не вытолкнет это во первых во вторых нагрею эту тягу расцеплено на меня соединяется потом говорю сколько мне надо на рею и перегну чтобы шаровый смотрел вот здесь в сторону только тогда получится чтобы он выталкивал то есть а чтобы вот эта тяга точнее вот сюда его поставлю чтобы она стояла за шаровым тогда но это соответственно извинится тогда но его будет выталкивать это вот она идет до упора колесо здесь есть вот упорный этот болт и он упирается именно в стойку на которой это заводская будем так говорить все все как надо это сильно под вывернуто это так как надо смотрит в ту же самую точку то есть здесь уже все настройки практически имеются перегнуть тягу и все и удлинить вот эту вот этот рычаг и все собираем так мужики изготовил тяги нужного мне калибра диаметра там я не знаю размеры длины здесь ничего сейчас я это дело обварил усиленная и это понятное дело сейчас буду убирать вот эти резинки здесь стоят на маятнике на волос кому такие вот резинки знаю ветер поднялся слышно не слышно в общем буду ставить вот втулочку стоят здесь две таких втулки ставятся вот они подобрал трубу по диаметру я еще отрежу кольцо понятное дело все это будет вращаться только только на вот этом штоке будет все там помажется конечно но вот эта труба сюда не входит поэтому сейчас беру китайское сверло и рассверливаю сколько там ну сколько возможно потом отрежу кольцо на втулочку накину чтобы она центровала и все в общем избавляюсь от резинок резинки дают большой люфт как-то так сейчас сделаю покажу так собрал все люфтов нет двигается плотненько протянулась резинки короче выкинул отлично все как говорится надо все сейчас шаровый забиваю и ставлю все на место так установил я маятник люфты вообще отсутствуют какие-либо он только балку может качать все так даже немножечко да с таким натягом идет это очень хорошо все в общем сейчас все собираю вот эту тяну буду ставить самую самую последнюю потому что ее нужно будет немножечко под регулировать чтобы под регулировать это будет происходить вот таким вот образом так ну вот сошка на ней приваренный шаровый шаровый этот марки с какой-то вот она отсюда была отпилена лишняя часть и вот так вот близко-близко было все это дело приварено проварил остудил проварим остудим проварил остудим шаровый очень русский ничего не успела сгореть вот как то так в общем кто знает тот знает как это делается сейчас это все дело прикручиваю на место вот колесу не мешает колесо как раз проходит мимо шаровый получается внутри колеса вообще отлично так установлены все тяги все на маятнике люфты пропали из-за того что я завту лим и чисто это сейчас на втулках работает установил колеса вот так вот выглядит здесь не видно шаровый стоит да и колеса он не достает колесом проходит рядом будем так говорить вот так получается так другую сторону колеса становится здесь тяга тоже изогнута так чтобы не доставало это для меня не критично абсолютно даже может грязь будет счищать так балка качается руль как стоял будем говорить так и стоит он не отдает никак в этом положении качается на этом шаровом соответственно ставим сейчас вот так вот немножко под наклоном да и качается уже на двух шаровых вот и также руль как стоял на месте так и стоит так ставим колеса ровно и качаем сейчас качается вот на этом шаровом впрочем видно да этот шаровый стоит маятник прикручен к балке поэтому все вот эти тяги качаются вместе с передней балкой здесь только крепится к этой всей качающейся конструкции вот этот шаровый да ну и соответственно другую сторону выворачиваем или втуда без разницы как стояла все так и стоит сейчас будем испытывать вот это мне нравится даже на такой короткой сошки на дно отрезано все работает изумительно и отлично тут зазоров везде хватает колеса как планировал город полный до упора вот этот пятак смотрит перед здесь перед колесом а вот это колесо и так настроил что если так провести линию она смотрит именно под колесо но если это визуально так провести как раз под заднее колесо то есть еще сильнее довернуто здесь вариант такой что его не было сильнее довернуть так как уже потом вот это я вот этот шаровый он просто уйдет в отрицательный угол и все и но просто его не назад не вернешь сейчас все у меня настроено так чтобы все это могу вернуться вот такая вот штукенция все это осталось также рама чистая все находится там как то так все еще ставлю двигатель и по катушке будем смотреть как крутится трактор на месте попробую зафиксировать или руль зафиксировать повесить чтоб не раскручивался я может сам будет крутиться не знаю тормоза жрать никто не будет они не механические поэтому с тормозами еще лучше будет проверим и так и так в общем давайте поставлю двигатель посмотрим итак двигатель поставил сейчас тут уже ой вообще красотень просто красотень поставил лестницу сейчас вот там закреплю камеру на такой штативчик обмотаю вот и сверху я думаю будет видно прекрасно его маневренность вообще шикардос все сейчас сделаем и и Продолжение следует... 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 Продолжение следует...